Сегодня мы рассмотрим процесс цветокоррекции вот такого изображения и научимся, как добиться вот такого результата. В этом выпуске мы затронем непосредственно цветокоррекцию и не будем говорить о грейдинге. Давайте повнимательнее посмотрим на нее. Мы видим проблемы в этой области. Баланс белого здесь нарушен, и первым делом мы исправим его. Один из самых эффективных способов исправить баланс белого – это выделить какой-то белый объект в кадре. Например, этот. Я точно знаю, что он должен быть белым. Я кликну, и на кривой автоматически появятся точки. Белое, красное, зеленое и синее. Я нажимаю на эту кнопку, чтобы отделить кривые и работать с ними по отдельности. Например, если мне нужна синяя кривая, я нажму на B. Итак, мы должны выровнять эти точки в горизонтальную линию. При этом мы не двигаем точки вправо или влево. Двигаем только вверх или вниз. Давайте я опущу синюю точку. Сюда же опущу зеленую. И теперь я подниму красную точку, чтобы все три точки лежали на одной горизонтальной линии. Теперь давайте сравним, что было до и что стало после корректировки. Конечно, картинка стала выглядеть гораздо лучше. Что я сделаю дальше? Увеличу насыщенность и создам новую ноду. Снова кликну пипеткой по другой белой области, например, здесь. И снова я получу три точки. Эти три точки я снова выстрою в одну горизонтальную линию. Это исходное изображение, а это полученное. Конечно же, это не единственный способ, чтобы поправить баланс белого. И мы можем использовать этот способ только если имеем чисто белый объект в кадре. Для этих целей, например, используется color checker. Или обычная белая карточка, которые помещаются в кадр для последующей постобработки. Обратите внимание, эта лампа на заднем плане имеет очень насыщенный цвет. Я добавлю новую ноду, создам маску и установлю ее на место. Теперь мне нужно убавить насыщенность желтого внутри маски. Перехожу в кривые, выбираю Hue vs Saturation, кликаю по желтому и опускаю вниз. Вот так. Теперь нужно протречить маску. Я перехожу в трекер. Но прежде чем работать с ним, я сделаю следующую вещь. Чтобы снизить нагрузку на компьютер, я вернусь к исходному изображению без цветокоррекции. Включу режим Bypass вот этой кнопкой. В этом режиме трекер будет работать с каждым кадром изображения в исходном виде, не просчитывая все этапы цветокора, которые мы уже провели. Теперь я запущу трекер вперед. Далее установлю курсор сюда и запущу трекер в обратном направлении. Отключив режим Bypass, вернусь к изображению, которое уже было покрашено. Теперь я создам еще одну ноду. Установлю ее в конец. Перехожу в раздел Color, раздел Presets. В нем выбираю Chroma Dark. И этим действием я убираю насыщенность теней. Далее я добавлю еще одну ноду. Сделаю ее предпоследней. Перейду из Primaries Wheels в Primaries Bars. Вторая вкладка. Это небольшая хитрость в стилизации видео, чтобы сделать его чуть лучше. Итак, я немного добавлю в гамму синего. Подниму столбец вверх. Да, вот так. Здесь же в гамме немного убавлю красный. И давайте еще раз сравним исходное видео с полученным. Друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Если оно оказалось вам полезным, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на наш канал, если не хотите пропустить следующие выпуски.